еще раз доброе утро дорогие друзья если вы сейчас завтракайте желаю вам приятного аппетита всем хорошего настроения просыпаемся сегодня друзья мы говорим о стервах манипуляторах и энергетических вампиров у меня в студии уже есть гость и это известный телеведущий шоумен эти бар гасанов доброе утро очень рада вас видеть как отлично как обычно у вас начинается ваше утро расскажите пожалуйста не знаю можно ли произносить такие слова в эфир это чашка крепкого кофе и сигарета ясненько но просыпаетесь быстро легко обычно если глаза нет если глаза открыл то уже все эти бар сегодня мы разговариваем о стервах очень очень интересно я прям подхожу тогда все отлично двигаемся дальше скажите пожалуйста что вы вкладываете в понятие женщина стерва я не знаю честно сказать я не психолог а это ваше личное мнение отшучиваться очень ну и побольше рассказывайте что я не встречал стерв вообще я в это не верю честное слово на самом деле я не встречал стерв может быть вы встречали хорошо замаскированных стерв и даже не понимали что перед вами стерва вот сейчас у вас глаза так заиграли такое ощущение что я первый раз такой встретился нет дело в том что я специально залез в словарь дали чтобы понять значение слова стерва стерва это падаль папа падаль скотина умершая как-то на самом деле плохо звучит звучит плохо поэтому то есть как бы я таких не встречал и не общался я вообще как-то скажем так больше облюбован женским вниманием поэтому то есть как бы на моем жизненном пути до сих пор еще не встречалась ну хорошо мы часто слышим да она такая стервоза данного такая сякая и все-таки когда вы слышите допустим ну это бывает по-разному бывает от подруги бывает от мужчины всякое бывает я знаете вот всю жизнь живу в таком русле что я как зеркало я зеркало любых отношений я думаю что стерва это тоже отражает отношение к ней то есть как бы если у мужчины женщина стерва значит он это заслужил он этого добился он это сделал я думаю что если все гармонично в отношениях мужчины и женщины не она не будет стервы не он козлом а получается стерва для вас исключительно один негатив ничего хорошего это это для мужчины зло нет сейчас очень модно быть стервой извините есть еще другие слова это даже где-то там чуть ли там не в ранг возводятся что-то если подружки про меня говорят так значит я крутая то нет для меня вообще как может быть в женщине негатив любой негатив со стороны женщины со стороны мужчины это заслуга того человека по отношению к которому вот выплеснули этот негатив я вот почему-то так думаю вот говорите если стерва не встречали да нет ни одну нет а хотите встретить прямо сейчас ну вообще вот интересно мне или не хотите дарить с ними связано еще понять хотя бы зариночка дело в том что о чем я говорю она может быть стерва с другим человеком а с вами на еще шелковая почему шелковая не надо быть со мной шелковые рабыни надо иметь свое мнение отстаивать его достойно не просто вот так вот взяла и взбрыкнула потому что захотелось так не бывает это реакция на что-то это может быть реакция на мужчину на ребенка на у женщин ну давайте вот двадцать четыре тысячи двести семнадцать как минимум в секунду поменять свое настроение согласно согласно а все-таки вот давайте предположим что вы встретили женщину стерва у вас какое-то предположение как какая она как себя больше с ней вести скажем сейчас вы сейчас мне предлагаете ситуацию как бы я встретил с собой допустим на пресечении улиц горького и советская с драконом я не встречался может должна хотя бы вообще-то бы быть из кино и из литературы я не читаю современную литературу потому что там вот опять-таки дата мочу как стать стервой как стать стервой завоевать мужчину как стать стервой завоевать мир как стать стервой завоевать подруга это все пшик на самом деле становясь стервой вы не завоевите никого и ничего а вот говорят что мужчина считает стервой ту женщину из которой не получилось сделать дуру ой господи вы сейчас заре наговорите статусами из тупых одноклассников нет такой афоризм иметь место быть и сейчас я фамилия ну давайте еще не дай бог скажем что это фаина раневская сейчас очень модно все скидывать на фаина нет это не она на самом деле но в любом случае когда мужчина не получает от женщины того чего хочет получить он злится на нее и он может сказать что дурак нет потому что к женщине как как мужчине есть опять-таки огромное количество подходов значит неправильно подошел есть понятие . место понимаете сейчас не надо было этого делать очень много таких ситуаций когда вот допустим идет мужчина вот он вот весь вечер в ресторане в кафе сидел чтобы подойти к ней сказать какая она красивая все бы к ее ногам он только подходит она такая раз его отодвигает и дальше бежит он думает что она стерва можно другие слова произносить в раннем эфире и всякое такое и все у него реакция агрессивная не ответила огрызнулась по дороге девушка да не до тебя сейчас она просит писать хотела кофе напилась вот точка места несоприкосновение неправильно не в том месте не в то время сделал понятненько ну что ж друзья мы двигаемся дальше нашего гостя тибара гасанова утро начинается с кофе-сигарета а мы все-таки пропагандируем здоровый образ жизни поэтому друзья давайте посмотрим нашу кулинарную рубрику интересно что сегодня приготовить мой любимый соведущий позол джан или мы посмотрим еще раз приветствую вас друзья напоминаю вам о том что сейчас она в студии находится известный телеведущий шоумен эти бар гасанов который мы только что принесли утренний кофе да и который с удовольствием его попивает удовольствием дороже но попивает замечательно что же сейчас я предлагаю перейти на другую тему легко на тему манипуляторов вот очень интересно встречаются ли вам такие люди конечно как вы с ними обходитесь манипулируют ли они вам я даже скажу так не обхожусь обхожу а то есть вы их стараетесь ограничить с ними общение если вы понимаете что это манипулятор зарин скажем так по своей работе я в неделю вижу порядка полутора двух а то и больше тысяч людей да и с половиной я где-то общаюсь в живую это в неделю в месяц посчитать сколько получается так как я человек создающий настроение значит у меня тоже у самого есть рычаги манипуляции я создаю только хорошее настроение позитивный такой манипулятор спасибо большое почему значит больше на я иногда бывают злым когда вот народ начинает скажем так некорректно себя вести а я могу разозлиться но мне это прощается потому что я уже ну 700 лет все прощается вот поэтому когда я вижу когда человек это уже наверное уже скажем так больше опыт живое общение с живыми людьми я очень редко нахожусь в соцсетях очень редко для меня самые большие соцсети скажем так смс это для меня вот максимальное достижение вот поэтому я научился распознавать когда кто-то что ли я могу в принципе просчитать на пять фраз и на пять шагов вперед есть такой анекдот кто слышал тот поймет что поцелуй меня в плечо а почему а почему да тоже издалека начинал вот есть такой не потом я просчитывая я могу уже среагировать по-другому и свинтить . бы даже не допустить той фразы после которой я могу прям 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 нагрубить человек потому что я уже да а вот дайте несколько советов нашим телезрителям как все-таки вот научиться обходить манипуляторов как не попасть на удочку манипулятора что значит я не знаю это у меня где-то вот как у вас внутренние внутри выработанная тоже через это все прошел на самом деле то есть как бы там я будучи в общем более юным чем сейчас скажем так я поддавал иногда иногда хотелось посмотреть чем же это закончится вот зачем ты это начала или зачем ты это начал вот зачем этот разговор чему он приведет то есть как бы иногда даже приходилось специально поддаваться на эти манипуляции вплоть доходить до конца понять чтобы вот для чего была произнесена эта фраза и вот этот жест проверить это все поэтому у меня сейчас скажем так людей с кем я общаюсь очень много а кому я открываюсь очень мало намного меньше даже чем некоторые люди иногда себе представляют что есть у меня столько знакомых знакомых много для общения тоже а вот именно тем кому я могу открыться эти люди никогда не будут манипулировать эти люди воспринимают меня таким же со своими недостатками меня то есть со своими недостатками со всем своим суп набором скажем так из хорошим и и с нехорошим поэтому то есть у меня нету привычки манипулировать людьми в таком негативном ключе просто простой жизни я никогда не прибегаю даже к чьей-либо помощи кому-то позвонить что-то извините за сленговое жаргонное слово развести я лучше пойду сам поговорю непосредственно с самим руководством для того чтобы она вот произошла вот как мы говорили вы позитивный манипулятор да вы ежедневно ведете мероприятия да руководить настроением людей дарить им хорошее настроение я не имею право испортить его понимаете у меня каждый день такой мини спектакль 2 попытки у меня не будет в этот же день чтобы я вышел завершил пусть это длится недолго этот час иногда 6 часов не имеет значения . от и до начинается с меня заканчивается мной . человек и видит меня и завершается вот все это мероприятие поэтому у меня нет права испортить людям настроение я мои даже очень близкие люди люди которых я называю своими родителями роман и лариса ященко моих коленовский они меня называют вот у рома особенности человек праздник а я вот всегда у ведущих спрашивают всегда он человек праздник идет праздник он веселый он оптимистичность чувством юмора какой вы в жизни знаете есть такой анекдот когда к очень дорогому психологу заходит мужчина где-то лет 50 55 в шикарном костюме обувь маникюр галстук даже узел все настолько элегантно ухоженность мужчины садиться и психолог спрашивает так в чем дело что что у вас привело карт знаете доктор не поверите я наверное уже не улыбал не то что с не смеялся не улыбался даже лет 15 10 точно и так и так тестирование разговоры в один момент психолог знаете я вчера случайно попал в цирк там такой шикарнейший клоун выступает я горит так смеялся так смеялся сегодня виду горит друзей и соседей своих детей всех горит огромная это огромная толпа прям человек 20 пойдемте с нами вы тоже посмеетесь на что мужчина горит знаете проблема в том что я есть тот самый клоун простой жизни я простой обыкновенный человек со своими болячками со своими скажем так выкидонами капризульками и всякое такое самое обыкновенное то есть я даже раз уж спросили когда мне говорят вот там байке или уважаемый уже возраст уже байке а и статус тоже мне говорят почему вы горит вот и возраст солидный статус солидно почему вы не ходите при костюме при галстучке у нас же это показатель как я говорю для меня это рабочая одежда рабочая одежда смокинги фраки костюмы дорогие запомки дорогие бабочки бархат шелка это для меня рабочая одежда простой жизни я ходю в драных джинсах кедах по сезону отлично отлично что друзья мы пока продолжаем я просыпаемся еще раз с добрым утром друзья улыбайтесь именно так и называется наша утренняя программа будьте человеком праздником друзья это очень хорошо а пока давайте послушаем хорошую музыку и это будет группа звери прогулки эти бар сегодня также мы разговариваем об энергетических вампирах попадались ли вам такие люди после общения с которыми может быть вы чувствовали какую-то усталость негодование плохое самочувствие я думаю что вот я не знаю как это называется это энергетический вампир не вампир но это опять-таки точка места соприкоснование соприкосновение не с тем человеком не в том месте у тебя может быть душа сильно нараспашку а у него прямо вот полная полная черное внутри все и вот не то что он из тебя высосал что-то выкачал или скачал я не знаю нет просто вот оставляет нехороший осадок на душе и ты с этим уходишь но состояние такое ощущение что да тебе 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 нагадили иногда это просто усталость я думаю допустим там когда работаешь с публикой в 700 человек 500 человек допустим где-то часа через четыре но понимаете человек не 100 долларовая бумага купюра нравится всем да поэтому тоже вспомнили статус это не статус это тренинг это 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 тренинг это я видел своими глазками поэтому то есть там это пример имеется ввиду что то есть как бы вот среди этого огромного количества людей всегда найдется пара-тройка у которых просто плохое настроение а человек допустим публичный как вы как я начинает проецировать на себя это очень плохо это это может быть просто просто тот у женщин опять-таки миллиард причин для того чтобы настроение было плохого мужчин то же самое но не сложилось к вечеру что-то не сложилось допустим они даже приходят на свадьбу ресторан на мероприятие так даже на концерт приходит уже с плохим настроением поэтому то есть человек публичный увидев это проецировать на себя просто надо найти более позитивную точку и бить туда и наверное общаться с такими позитивными людьми насыщенными наполненными которые к чему-то стремятся вы как считаете зариночка дело в том что вот о чем я говорил общаться можно с огромным количеством вот допустим вам также да вот по мере своей работы приходится общаться с огромным количеством людей довольно таки узнаваемая личность но я вот как-то умудряюсь закрываться своем коконе коконе скажем так на самом деле и и на самом деле я общаюсь с очень малым количеством людей а по большому счету только с теми кого я люблю и кто любит меня вот это вот взаимообмен должен быть вот если эта женщина должно быть и нянь если мужчина это должны быть открытие человеческие искренние отношения без скажем так закулисных игр не люблю такие отлично ну что же в завершении эфира хочется услышать от вас пожелания для наших телезрителей быть может вы как-то и в двух словах дадите совет какой-нибудь насчет манипуляторов если вот что-то такое да все таки если что такое будет у вас будем рады вас услышать ой советы пожелания все что придет в голову как говорит михаил жеванецкий причем знаете у кого спросить да нет никаких советов на самом деле каждый человек сам выбирает с кем общаться как себя вести как себя показывать но никогда в жизни благодаря дорогому костюму драгоценностям дорогому супер модному автомобилю и всякому такому ты не станешь именно любим и желанен скажем так желанным тоже не станешь в тех кругах где тебя ну где ты не раскроешься просто скажем так опять-таки про отношения мужчин и женщин скажу одно будьте искренними любите друг друга мужчинам могу сказать одно что вроде и говорят что женщины сильнее нас я согласен с этим но я всегда на стороне женщин потому что мужчину делает женщины в любом случае не очень нравится такие слова это знаете для я воспитывался я воспитывался в это вот это это был лозунг но опять-таки женщину делать мужчина мужчина женщина поэтому то есть опять вот этот взаимообмен уважение взаимоуважение взаимодоверие взаимная любовь вот и знать что ты повернешься а те в спину нож не воткнут это вот делает мужчину я бы сказал непобедимым женщину непобедимой в любом случае женщину надо любить холить лелеет а нет холить лелеет надо меня а вот любить надо женщину имеется 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 ввиду что женщина это инопланетное существо на самом деле это не раскрытое до конца и слава богу но разумная в любом случае намного разумнее чем мужчины потому что но женщина дает возможность умная женщина умная женщина потому что глупые люди есть и среди мужчин и среди женщин умная женщина иногда дает мужчине иногда тупит скажем тогда вот не показать своем это важно да нет да иногда специально тупит но это уже даже уже даже даже не просто умная а даже даже высшая игра это уже мудрая женщина иногда тупит для того чтобы мужчина рядом с ней показался умнее на самом да на самом деле просто просто любить надо я не я не знаю вот честно я и вот мое отношение такое что если ты любишь человека искренно но и не кривишь душой у тебя все будет хорошо в жизни и никто не будет выкачивать из тебя не только твою скажем так никому в принципе нафиг не нужную энергетику как ее подпитываться но можно включить зарядное устройство и подзарядить скажем так телефон но подзарядившись я я не понимаю людей как можно подзарядиться сделав пакость другому человеку может быть кому-то я я этого не воспринимаю честно поэтому надо дарить хорошее настроение в чисто открытое я ненавижу это слово вот сейчас позитивное просто вот затертое слова Позитив, позитив, позитив Вот Чистую, хорошую Хорошее настроение, если даришь К тебе то же самое будет Одним словом Позитив, хорошее настроение И все будет отлично Позитив, да, это затертые слова Просто хорошее настроение Я не знаю, утром просыпайтесь Во-первых, любите себя Любите окружающих Не надо обязательно любить весь мир И спасать весь мир Если мужчина или женщина в течение вот с того момента, как проснулись и уснули, сделали приятное, не обязательно опять-таки спасать весь мир, не обязательно на перекрестке весь день стоять, чтобы встретить ту бабушку, которую надо перевезти через дорогу, чтобы она тебе сказала, спасибо, милок, и сказать, о, я сделал хорошее дело, или там ждать тетеньку какую-нибудь или там дедушку там с мешком картошки, чтобы помочь ему, просто улыбайтесь, я не знаю, заходите в магазин, улыбайтесь, садитесь в такси. Отлично, все, улыбайтесь, друзья, с этимером Гасановым желаю вам много-много улыбок, будьте всегда на позитиве, пусть всегда в вашей жизни все будет хорошо, тем временем мы двигаемся дальше.